здравствуйте друзья сегодня мы вновь будем говорить о русских сказках изданных до революции ну и соответственно с иллюстрациями революционных художников мы остановились вот на серии этих книг изданных издательством белый город эти мы две уже просмотрели а на книжке с иллюстрациями тэйхеля остановились вернее мы начали смотреть но не закончили я думаю давайте-ка мы к ней вернемся пролистаем быстренько так вот она стоит того уверяю вас вот посмотрим ну вот видите я здесь заложила чтобы быстро было чтобы нас нам не искать очень красивая иллюстрация на мой взгляд на мой взгляд конечно дело частное может кому-то не понравится скажет что ерунда хорошую работу сделали белый город здесь вот этой книжки для них во всех книжках вот эти рамочки с орнаментами русским которые предложил в девятнадцатом веке в конце в начале двадцатого билибин впервые стал оформлять и так я поняла свои сказки вот этими рамочками но потом уже там из варыкин подтянулся и остальные художники бабе гада тоже курносые шута не курносый бабе елка изображает у нас машинка здесь в лесу ли там девочка это у нас сказка гуси-лебеди а вот здесь уже бабе гану у него профиль в логике вроде классический да с не все в порядке привычная баба яга так ну вот сейчас посмотрим дать еще разворотики какие краски какая красота птицы очень мне нравится эхель и его иллюстрации ладно эту книжку мы тоже убираем сейчас я еще одну книжку вам покажу не всю книжку они я вам говорила вот просто вот эти иллюстрации леснера почему я возвращаю к этой книжке потому что это издательский дом нечерякова очень хорошем качестве выполненная книжка подарочные варианты и соответственно и интересные иллюстрации будет смотреть именно в этой книжке по качеству они очень хорошие вот эта сказка о лисичке сестричке о волке тоже она оформлена вот таким рамочкой но здесь какая-то фауна рыбки не орнаменты захотели рыбок а здесь лисички ведь это же лисички и рыбки ну хорошо так захватили тоже красиво ничего ничего страшного так и цветочки какие-то вот лисичка обманула волка естественно всех обманула и старика и волка и вот и волка бьют ну а это битый не битого везет как известно вот сказка горе тоже очень интересная сказка вот два брата один богатый другой бедный бедный пришел на день рождения к богатому скромно сидит в стороночке все пьют гуляют а он ему не предлагают но он сам активность не проявляет вот тут возвращается женой не солны хлебавший идет но тем не менее решил песню спеть а жена у него совсем не не до песен но тут вот бедный этот решил брат покончить так радикально со своим горем обманул его в яму заложил засадил и камнем придавил с деньгами ушел мог пораньше все это произвести без без того чтобы не потерять все имущество дома и даже жены сарафан пропил так но это было в прошлом так цыган и змей посмотрим эту сказку цыган и змей но здесь тоже вот смысл какой змей пережрал всех в деревне остался один бедный дедушкой ну и цыган проходя мимо решил что помочь вообще что с ним такая история не пройдет и он перехитрит этого змея ну что супер и случилось змей дышит огнем там цыган изобразил цыган и змей леснер здесь вот еще какая то есть вот дети бегут цыган этот змей улетает цыган при лошади при телеге все у него пучеряло вот так ну ладно теперь следующая серия книг я вам ее показывала это уже у издательство сэзо кио книги по 17 16 годов что такое ну вот знаете что вот эту книгу я вообще не буду рассматривать до пушкин дело в том что пушкина я надеюсь если бог даст будем говорить о нем отдельно это вообще моя любовь вот с первого моего осознания себя первое мое впечатление звуковые были не колыбельная песня о пушкин так моей жизни случилось и поэтому отдельная будет передача скорее всего если повезет мне мне повезет так а это по издание двери на сети но эти вот эти сказки мы посмотрим с вами сейчас а это мы тоже отложим потому что мы здесь сказки уже некоторые видели но в лучшем качестве поэтому я думаю что тут еще эти книжки тоже можно убрать оставляем пока то что нам пригодится через какое-то время сказки для малышей издание сетин девриен художники неручев зварыкин иллюстрированный детской классика вот так они оформляют все кстати гряду эти книжки из этой серии вот у них такие форзацы где представлены фрагменты из сказок и вот репка не ручьем давайте быстренько так бегло посмотрим в принципе они такие простенькие достаточно такие яркие графичные рисунки но в принципе для детей это и не ну и не нужно ничего наверное другого когда дети впервые начинают уже интересоваться книжками слушать читать что загромождать рисунки какими-то элементами наверное и неправильно а вот так вот все нормально все видно первые книжки ребенка это бачок смоляной бачок но здесь вообще очень много иллюстрации этот чуть ли не каждое каждое предложение этой сказки и проиллюстрировано это все это все смысл смоляной бачок у нас вот вот давайте вот это посмотрим яга земляничка не столько мне интересна сказка сколько мне очень нравится здесь иллюстрации очень это знаете это стихи смирнова тоже авторская это не русская авторская сказка и она в стихах и иллюстрации зворыкина зворыкина там у нас был не ручьев ади зворыкин уже у зворыкин он конечно был очень серьезный художник кстати говорят что он подражал в какой-то степени билибин может и подражал но мне кажется что он и сам достаточно самодостаточный был я же не специалист смотрите какая красота лес соски цветы ну я не знаю мне очень нравится очень мне очень нравится эта сказка как она здесь проиллюстрирована теперь знаете что я хочу ваше внимание обратить на две вот здесь вот работы это у нас не ручьего работы вот одна грибы вот мы говорили о книжке елены поленовой война грибов там показывали ее первую книжку который ей удалось при ее жизни издать а вот здесь посмотрим как эту историю расписывается вот в этом сказке издание сытин белый гриб боровик над грибами полковник под сосною сидя че на все грибы глядя че повелел приказал грибам на войну идти война грибов значит это вот ну отказались маслята мы придворные масля маслянки мы придворные служанки не повинны мы на войну идти маслянки оказались ну а белый гриб продолжает настаивать вот собрал он их все эти грибы но обратите внимание как хорошо представлены здесь нарисованы грибы это целая энциклопедия можно сказать грибов отказались лисички мы смиренные сестрички отказались свинухи говорят мы пастухи и отказались поганки столбовые мы дворянки а там у нас были не поганки нас белянки там были белянки из этих смотрели у елены поленовой из балкончика здесь вот видите сатира сплошная поганки у нас дворянки столбовые дворянки поганки могут пожалуйста отказались рыжики мы простые мужики вот так отказались собаки всем грибам и будем бабки отказались сыроежки мы прожили без помешки что это на войну эти все у нас хорошо отказались волнушки все мы царские стрепушки отказались мухоморы говорят мы сенаторы вот вам и пожалуйста еще один элемент сатиры поганки столбовые дворянки мухоморы сенаторы отказались опенки говорят что ноги тонкие отказались морчки мы совсем уж старички отказались белянки мы-то бедные крестьянки отказались подосиновики мы в бару живем пустынники это отвечали грузди мы ребята дружны на войну идем всех врагов побьем вот так вот здесь эту сказку представил нам вот не ручьев теперь посмотрим вот еще мне знаете что нравится здесь одна сказка я вам еще тоже покажу и о снегирь вот снегирь это рисунки опять не ручьево издание товарищества ситино издательский дом ситино и до ситино вот ну замрем синичка не пышно жила не пышно жила пиво варивала черный дрозд пивоваром был вот помогал синички варить где знаете что интересно посмотрите если там грибы представлены как вот в натуре как они выглядят то здесь у нас птицы птицы такие же сизорел винокором слыл сели селезень пирожник напек пирогов селезен блинница цапля блинов напекла наварила напекла и гостей созвала собирались гости птицы всякие посмотрите совушка вдовушка незваная пришла снегирюшку милушку с собой привела вот снегиря привела стали снегирю всякие пташки говорите а что ж ты снегирюшка не женишься рад бы я жениться да некого взять взял бы я саву пучи глаза на даже вот о ней понимаете вот в этих теках показывают особенности птиц и идите запоминать очень важно кстати говоря взял бы я ворону черномазой она взял бы я галку косолапая она взял бы я сороку говорливая на взял бы я голубку воркотливая она взял бы и кукушку тоскливая на взял бы я ласточку вертлявая она взял бы я щетку она тетушка моя пожалуйста нельзя никак тетушка инцест получается так уж лучше я снегири один буду жить вот это такая книжка мне кажется она интересная ческазка теперь вот посмотрим следующей серии это золотой век книжной иллюстрации хотя бы немножечко вот так пролистаем это рисовали дудин и ткаченко вот по изданиям девриена санкт-петербург но здесь принципе те же самые сказки но здесь больше текста видите но здесь другие художники немножечко и вот так вот пролистаем это это такая книжка теперь вот эта книжка скажет обращу внимание сказка про славного царя горох и его прекрасных дочерей и еще это художник бартрам посмотрите это сказка вот это мамина сибиряка пожалуйста мы обычно аленушкины сказки да вспоминаем сразу когда говорим о мамином сибиряки а здесь вот такая причем она посмотреть какая длинная это это целая повесть прям главы здесь обозначены или там разделы этой сказки вот она какая длинная ну настоящая такая повесть а эта книжна крупенечка пересказы федорова давыдова были на бартрам издал тихомиров федоров давыдов это тот самый который один из основателей журнала мурзилкой который придумал вот этот название мурзилка собачку который назвали так и названа мурзилка а вот здесь и вот счет пересказ федора давыдова еще горе горю горинска кстати говоря вот конек-горбунек вот мы сейчас видим вот здесь тоже сказка афанасио мы ее смотрели раньше но мы видели также сказку конек-горбунек в пересказе стихотворном федора давыдова того же самого который мы только что говорили так ну и еще что хочется мне вам сказать вот эти книжки мы видели да вот что я хочу это у нас по изданием к небе для рисунки ложкина посмотрите текст раисы кудашевой дело в том что раиса кудашева она на секундочку она была у нас княжна княжна гейтроиц и а впоследствии княгиния кудашева и она вот писала стишочки всевозможные издавала подписывалась она рк вот так вот полный был шифр так сказать и вот понимаете что если мы здесь посмотрим вот елочку написала именно вот эта раиса кудашева лесу родилась елочка в лесу она росла и так далее ну там разные сейчас в интернете легенды предлагаются нам вплоть до того что никто не знал что это она она же дожила до 64 лет 64 года и умерла уже 80-летней бабушкой в москве конечно все прекрасно знали что это она написала и горький знал и там кчуковский знал ну там обрастала вся вот это вокруг нее история с этой елочкой всякими легендами пятьдесят восьмом году были написаны две статьи в огоньке вечерней москве они интервью там у нее брали вроде как раскрылась вот это нынче она не раскрылась мы были дети уже 60-х 70-х 80-х годах ничего мы не знали узнали о том что кудашева автор этих стихов только вот сравнительно недавно когда появился интернет вот так вот так что вот знаете что вот это гимн нового года детей в лесу россии родилась елочка написала эти стихи княгиня вот как у дашь его ну всего вам доброго кажется уложилась быстро-быстро дальше продолжим наш разговор следующих передачах до свидания не